Добрый вечер, Гомель. Меня зовут Наталья Волынецкая. Как обычно, по вторникам на телеканале «Беларусь4» полезные советы, которые пригодятся каждому. Для миллиона белорусских школьников сегодня начался новый учебный год, а для их родителей очередные хлопоты. Как всё успеть и при этом, конечно же, не упустить. Главное – это воспитание ребёнка. Сегодня 1 сентября, значит, мы поговорим, дорогие друзья, о наших детях. У нас в студии кандидат педагогических наук, автор книги «Как играть с ребёнком» Наталья Шкелёва. Добрый вечер, Наталья. И психолог, руководитель психологической школы «Пилигрим» Людмила Тутынина. Добрый вечер, Люда. Ну что ж, мой любимый вопрос. Вот с него и начнём. Современные дети. Какие они? Чем отличается нынешнее поколение? Вот ваше наблюдение, Наталья. Современные дети, они менее динамичны, чем были раньше. И это информационно перегруженные дети. Ровно как информационно перегруженные родители. Родители. Да. И от этого никуда не уйти. И с этой информацией нужно обязательно что-то делать. Проще сказать, её нужно научиться фильтровать. Допускать ребёнка к ней или не допускать ребёнка к ней. И кто это должен делать? Думаю, что всё зависит от того, какого возраста ребёнок. Наша задача – научить ребёнка думать. Если мы сначала не даём ему думать, а потом он уже не умеет. Поэтому сначала, конечно, должны быть родители. А потом ребёнок должен сам иметь фильтровать информацию. Это главное сейчас. Попадая в общество. Конечно. Да, здесь сложно это научиться. Тем более информация, она по большей части недостоверная. И поэтому очень важно, чтобы родитель наладил с ребёнком связь с самого раннего возраста. Чтобы ребёнок доверял ему. Это должны быть доверительные отношения. И доверял тем замечаниям и той информацией, на которую указывает родитель. Итак, дорогие друзья, вот уже прямо несколько минут прошло, а мы уже сделали определённый вывод, что современные дети менее динамичные, я правильно говорю, да, и слишком перегружены информацией. И из-за этого, в принципе, они другие. Ну, может быть, психолог ещё что-то добавит, Людмила. Ну, как всегда добавлю. Да, как бы ты характеризовала нынешнее поколение детей. Дело в том, что вот сейчас мы живём в очень интересное время. Почему? Ну, мы говорим в рамках воспитания детей, да. Скажем так, во время перестройки формировалось определённое поколение, да, это перестроечные дети. Это те, о ком мы сегодня будем говорить, это уже родители. И вот эти родители участвовали в каком эксперименте? Когда началась перестройка, а у нас же было воспитание какое? Государство, да, это были детские сады, школы. Пионерская комсомольская организация. Конечно, организация, где не только люди, где шло не только образовательные, да, вот эти моменты, а ещё и воспитание было, да, на уровне государства. А когда вернули, вернули в семью, в семью эту функцию воспитания, да, все вдруг обнаружили такую пропасть, да, а как воспитывать детей, мы не знаем. Так вот, современные родители, они участвуют в этом эксперименте. По сути дела, это первое поколение, да, за долгие годы, которые столкнулись с тем, что детей нужно воспитывать в семье, не где-то в социуме, не в детском саду, а мы должны воспитывать. И я хочу сказать, что как они умеют, так они это и делают. А на твой взгляд, умеют? Вот современные родители, чем они отличаются? Наташ, ушли в какую сторону родители, да, вместо воспитания они стали детей развлекать. И это очень существенный крен, да, то есть покупаются всевозможные гаджеты, всевозможные там игрушки, которые завлекают детей, но воспитание, воспитание уж, ну, скажем так, ушло на какой-то второй план. Почему? Потому что они не знают, как это делать. Ну, подожди, многие родители считают, что если я куплю им какую-то навороченную игрушку, то это и будет определенный воспитательный момент. Ребенок сможет сам многим вещам научиться, нет? Разве не так? Наташа, человека воспитывает другой человек, а не роботизированные игрушки, не какие-то там технические приспособления. Человеку нужен человек. Ну, давайте тогда поговорим вот о чем. Как же вот это все отражается на воспитании детей? Вот меняются ли вот эти вот каноны, вот ваше наблюдение, Наталья? Как вот такое отношение родителей, скажем так, влияет на наших детей сегодня? Ну, давайте вернемся к игрушкам. Чем навороченнее игрушка, тем она менее, интересно для ребенка. Ребенок должен пробовать сделать игрушки сам. У ребенка должно развиваться ассоциативное мышление. То есть эту же железную дорогу можно построить из ложек, вилок и всего прочего. Не жалеете для детей то, что есть в доме. То есть когда в ход идут кастрюли у ребенка, это нормально? Конечно. Потом, когда ребенок из каких-то подручных средств в доме выстраивает какие-то замки, там, мастерские, у него развивается ассоциация предметов. Он погружается в предмет. А что у нас дома, например, есть, похожее на рельсы? А что у нас есть похожее на шпалы? Он погружается в объект. Он начинает осваивать терминологию и смысловое значение термина. Потом мы позднее поговорим о эффекте зергайник. Этот эффект указывает на то, что запоминаются больше те действия, которые были прерваны. И в которых участвовал сам ребенок. Знания, которые мы получаем без каких-то проблем, недобываемых, это очень непрочные знания. Наташа, я правильно понимаю, что в первом случае, когда есть готовая игра, ребенок как потребитель? Он не развивается, конечно. Как потребитель. А во втором случае он как творец. Мы можем развить его память, но развить его мышление. Знаете, что я вспоминаю, из своего детства, когда у меня был маленький сын, мальчишки, они любят ломать обязательно машинку и посмотреть, что внутри. Я так понимаю, что мы приблизительно об этом сейчас и говорим. А если мы не купим ему эту машинку, он ее сам сделает и будет знать, что у него внутри. Что у этой машинки внутри. Ну, вы знаете, вот есть такой еще один важный момент, который с ним происходит в нашем обществе. Вы согласитесь, у меня многие родители, они охвачены просто вот этой вот идеей раннего развития ребенка. Чуть ли не с пеленок уже мы хотим отвезти его в какую-то развивающую студию. Но вопрос первый. Хорошо это или плохо? Вот как вы считаете, Наталья? Ребенок развивается поэтапно, мозг ребенка. И, разумеется, студии, кружки, различные развлекательные мероприятия, информация, она должна быть подобрана непосредственно под определенный возраст ребенка. Какие нейронные связи уже возникли в мозгу. Родители должны следить за детками, смотреть, что им интересно и что им по силу. Потому что еще можно вспомнить Жан-Жака Руссо, когда он говорил, что ребенок должен развиваться сообразно в своей природе. Мы иногда пичкаем в ребенка информацию, которую он не может воспринять. В 2-3 года? Да, и получается каша. Просто получается каша. И иногда даже, когда у ребенка что-то не получается, мы начинаем его ругать. Где-то говорит на него не очень хорошие слова. И тем самым ребенок теряет веру в себя. И не понимает, чего в принципе от него хотят. Да, что от него хотят родители. Нужно, чтобы родители посмотрели, что хочет ребенок. Хорошо, а что это тогда такое? Почему такое стремление у современных родителей, как можно быстрее отдать ребенка в развивающую студию? Это какая-то все-таки забота, может быть, вложение в будущее детей? Или это просто родительские какие-то амбиции? Чего здесь больше? Как вы считаете? Думаю, что больше родительских амбиций. Вот пусть родители решают свои амбиции. Люда, подопадешь? Ну, я хочу добавить, что иногда мама прибегает к услугам преподавателей, для того, чтобы хотя бы какое-то время высвободить для самого себя. А, ты сейчас о родительском эгоизме. Да, я говорю об обыкновенном родительском эгоизме. Но что я хочу добавить? Здесь есть, конечно, свои плюсы, безусловно, но есть и минусы. Ранняя социализация ребенка вторичная не всегда ему, скажем так, нужна. О чем я говорю? Где первую проходит социализацию ребенок? В семье. Папа, мама, бабушка. То есть мы вводим в круг ребенка, да, очень близких людей. Он к ним привыкает, он начинает с ними выстраивать какие-то коммуникации. Вот эту вот реальность утрамбовывает. Когда мы ребенка берем и вывозим, да, вывозим, ну, например, там, 5, 7, 10 детей, где он начинает, ну, скажем так, где нужно проявлять какую-то активность, да, где чужая тетя, чужие дети. Есть дети, которые не приемляют, которые плачут, убегают, да. Этим детям не нужна вот эта вот социализация, потому что они еще не освоили вот этот ближний круг, вот то, о чем говорила Наталья. То есть это очень рано для них еще. Это очень рано. И вот здесь идет, скажем так, вред ребенку однозначный. Ну, это как-то примерно так. Ну, хорошо. Многие родители все равно отводят детей в подобные студии раннего развития. Вот какие советы можно дать, вот как правильно выбрать такую студию? И все-таки в каком возрасте можно ребенка действительно, ну, скажем, отпустить от себя хотя бы вот на эти полчаса, на час и привести вот в такой вот маленький коллектив? Здесь важна личность педагога. Она должна быть очень теплая. То есть выбирать прежде всего педагога. Прежде всего педагога. В принципе, я всегда говорю вот тем, кто собрался идти в школу, что не ищите школу с уклоном, а ищите учителя с уклоном, да, который будет любить вашего ребенка, ценить вашего ребенка. Здесь очень важна личность педагога. То есть не то, чем он владеет, да, а именно вот его качества, душевные качества. Но это вот психологическое, ну, с точки зрения психологии. А вот с точки зрения педагогии, Наталья, что бы вы посоветовали родителям? Я думаю, что прежде чем вести ребенка в какой-то кружок, секцию или развивающую какую-то другую студию, нужно наблюдать за ребенком. Я рекомендую родителям вести портфолио ребенка. То есть с самого раннего детства наблюдать за малышом, отмечать, например, за эту неделю он любил делать это, и последствия были такими-то, такими-то, или чего он не любил делать. И я вас уверяю, что к 5-6 годам вы будете знать, куда нужно отдавать вашего ребенка. Но не раньше. Думаю, что нет. Я думаю, что до этого возраста ребенок, пока он узнает маму, папу, братьев, сестер, бабушек, дедушек, пока он узнает свой фундамент, свои корни, для него это целый мир. А ведь это очень важно. То есть вы говорите о том, что развиваться вот в этом дошкольном возрасте, до 5-6 лет, ребенок должен дома с родителями. Да, да. Это, скажем, такая главная установка, на которую вы хотели, наверное, сегодня обратиться. Сегодня обратить внимание. Вот. И если посмотреть дальше, то выбирая студию, Людмила уже говорила об этом, мы, конечно же, должны убедиться о квалификации учителей. Потому что иногда за красивыми вывесками развивающих школ стоят неквалифицированные учителя. Поинтересуйтесь, чем занимается эта школа, поприсутствуйте на уроках, посмотрите, насколько ребенку интересно и нужно это. Потому что ребенок может просто проводить там 40 минут и ничего не выносить. Спасибо большое. Ну, Наталья, вы как-то сказали, что сегодня родители не умеют играть с детьми. На мой взгляд, такое сильное заявление, оно требует каких-то аргументов. Вот что вы имеете в виду? Дело просто в том, что играя с детьми, можно научить ребенка практически всему. И даже тому, чему он не хочет учиться. Нужно просто правильно поставить игры. А родители этого не умеют сегодня? Нет, не умеют. К сожалению, не умеют, но когда начинаешь работать с родителями, когда подбираешь какой-то игровой контент для ребенка, то начинают проявляться и родители. И вдруг получается, что семья это оказывается какое-то предприятие по производству внутренних игр семейных. Ох, я вот помню, в детстве всегда действительно и с родителями играли, и во дворе играли с друзьями. Было очень много каких-то игр самых разных бумажных, от шашек до диафильмов. И нас детей всегда очень-очень объединяло. Давайте поговорим о том, для чего вообще нужна игра. Почему это так важно для ребенка? Во-первых, игры объединяют семью. Во-вторых, игры развивают. В-третьих, игры делают детей увереннее. Учат командные игры. Игры учат взаимодействие с социумом. Игры учат всему. Игры – это самая лучшая школа. То есть через игры вот именно ребенок познает многое? Можно научить ребенка через игру всему. Даже тому, чему он совсем не хочет учиться. А еще, Наташа, ребенок обучен игре. Он уже становится лидером среди тех детей, которые не умеют играть. Вот я приведу пример. У нас внук обучен играть в шашки, шахматы, ну и другие настольные игры. И вот когда мы едем, например, к бабушке в гости, а это двое суток нужно в поезде, да, он обучен играм, да. Первое, что он делает, он в чемодан складывает очень много игр. И как только мы входим в поезд, да, заходим, вот, расположились, через 5-10 минут он проходит по вагону и смотрит на детей, кто же там. И говорит, будешь со мной играть в шашки, будешь со мной играть там в домино, будешь со мной играть. То есть он организовывает мгновенное пространство. Поэтому к игре нужно относиться, вот так, как говорит Наталья, с очень, с должным уважением, потому что мы моделируем будущее ребенка. Меня очень насторожил тот факт, что родители сегодня не умеют играть с детьми. Я пытаюсь найти сама даже ответ на вопрос, а где же взять эту информацию, как родителям, в принципе, этому научиться. Ведь этому не обучают в школах, не обучают в институтах, ну только если на каких-то педагогических, да, там, кафедрах и отделениях. Давайте вот и поговорим об этом, да, дадим полезные советы сегодня вот в ходе нашей программы родителям, которые сейчас нас смотрят. Итак, как играть с ребенком? Вот что может предложить родителям педагогика и что может предложить родителям психология? Да, давайте по порядку. Современная педагогика в основном строится на методе проектов. Любая игра – это проект, это семейный проект. Можно на примере. То есть проектирование? Конечно. Например, возьмем, например, школу. Задача. Сначала ставим задачу. Задача родителей – научить ребенка считать. Ну, не хочет считать, ну, не хочет складывать пальчики. Неинтересно. Неинтересно. Давайте поиграем с тобой в школу. Вот мы готовим ребенка к школе. Давай, что для школы нужно? Начинается проект. Сначала нам нужно организовать класс. Мы можем расчертить этот класс, ребенок постигает, что должен быть какой-то бумажный проект, какой-то рисунок впоследствии, который он будет называть чертежом. Далее. Мы должны в этом классе разместить оборудование. Он узнает термины. Оборудование, арта. Он знакомится с устройством школы. Далее. А теперь нам нужно набрать класс. Здесь уже, конечно, это на волю ребенка, кого он хочет учить. Далее. Ну, это могут быть и мишки какие-то, да? Конечно. Это могут быть и машинки. Он может учить самосвал. Все зависит. Как девочки укладывают самосвал и спать, так мальчики могут из кукол сделать какой-то автомобиль. И в этом нет ничего страшного. Вот интересно. Ну, мне напоминает это, как и мои племянницы в свое время играли. Они строили кафе, они приносили посуду, они пекли какие-то там эти пироги из песка, продавали их, зарабатывали реальные деньги, приходилось платить монетами настоящими. И, в принципе, мне кажется, они уже в ходе такого, как называется, игрового проектирования, правильно понимаю, да? В ходе такого вот проекта, наверное, и многое действительно познают и понимают. Очень интересно. А есть какие-то, скажем, любая ли игра должна быть как игровое проектирование? Потому что это, я смотрю, сегодня очень-очень популярно становится. Да, абсолютно любая игра. И вот если рассказать о школе дальше, я все-таки хочу вернуться, то в дальнейшем вы начинаете ребенок в роли учителя, у него есть доска. И самое главное, сделайте для ребенка тетрадки по математике. Распишите для каждого его ученика примеры, допуская ошибки. И пусть ребенок сначала учит, а потом эти тетрадки проверяет. Посмотрите на лицо вашего ребенка, запишите этот фильм. Вот эти пальчики, которые будут считать, и тот интерес, который вы увидите у ребенка, это просто дорогого стоит. Побывать в роли учителя мечтает каждый ребенок, наверное. И проект должен быть не однодневным. Оставьте эту школу, обходите ее в комнате ребенка, чтобы она не мешала вам. И, конечно, любая игра с ребенком – это проект. Вот такие игровые проекты, скажем так, такая методика, она, в принципе, подходит всем детям? Абсолютно. То есть каждому ребенку, то есть любой родитель может, в принципе, вот именно с такой вот, с такого метода и начинать играть? Проекты бывают очень различными. Вы можете играть, проект может быть, это школа, проект может быть, мастерская. Очень нравится деткам, могу дать совет родителям, не только империка, а уже доказано. Дети очень любят выполнять какие-то планы. Учитесь с ними составлять план. Чтобы построить, например, мастерскую, мальчику нужно сделать то-то, найти материал. И вот, чтобы он отмечал, это мы сделали. Ребенок учится увязывать одни действия с другими. Он учится обратной связи. Он вообще учится логике, как логически построить тот или иной проект. И это развитие ребенка. Понимаете, накопленное знание, это же не есть развитие. Тренировать память, это не значит развиваться. То есть я так понимаю, дорогие друзья, что вот эти вот методы, как мы играли раньше со своими детьми, просто там покачали мяч, там покормили мишку, это уже просто пережитки прошлого. И современные дети требуют совершенно другого подхода. Они хотят проектировать, строить планы, да, и видеть результат. И вы знаете, многие современные родители, оказывается, все-таки идут в ногу со временем. Мы нашли папу, который активно использует такое игровое проектирование во время игр со своими детьми. Вот у нас сейчас на связи Артем Ковалев из Гомеля. Это телефонный звонок. Артем, добрый вечер. Здравствуйте. Артем, мы очень рады слышать вас в эфире. Скажите, пожалуйста, сколько у вас детей? Одна дочка, 11 лет. Итак, как ее зовут? Расскажите нам. Ее зовут Саша Ковалева. Она учится в шестом классе и еще в музыкальной школе по классу фортепиано. Ну, я знаю, что вы очень серьезно подходите к детским играм и увлечениям. Расскажите нам сами об этом подробнее. Вот как вы проводите с дочерью семейный досуг. И, в принципе, вот я знаю, что у вас есть какие-то интересные проекты. Очень хочется услышать. Ну, это правда. Мы стараемся проводить свободное время с дочкой, в том числе и с женой. В этом летом длительное время катались на велосипеде по Гомелю. Мы в прошлом строили домик для куклы и разные поделки из глины и из других каких-то материалов. В общем, стараемся разнообразить свой досуг, как возможно. Ну, вообще, папа, который строит домик с дочкой, согласитесь, это довольно необычно. Артем, расскажите вот про этот проект подробнее. Как вы вообще к нему пришли? Кто придумал? Кто был инициатором? Как долго это все происходило? И как, насколько активно ваша дочь подключилась к такому строительству? Как известно, все... Это было где-то лет пять назад. Как известно, все девочки любят куклы. Все мужчины любят что-то строить. Домики кукольные достаточно дорогие, да и качество не особо всегда хорошее. Поэтому мы решили построить достаточно большой дом. Он был двухэтажный, с крышей. Вот, построили с фанеры. Ребенок потом его красил. Так. Обставлял всякой мебелью, ну и затем несколько лет активно эта игрушка использовалась у нее в спальне. В том числе и с подружками. Слушайте, ну действительно, очень такой интересный опыт. И я так понимаю, что дочери помогали вы, папа, строить этот дом? Ну, конечно. Здорово. Скажите, пожалуйста, что вы посоветуете родителям, которые, ну, скажем, относятся очень просто сегодня к детским играм и считают, что достаточно купить дорогие игрушки, наполнить ими детскую комнату. И, в принципе, для ребенка этого достаточно. Ну, скажем так, что вы посоветуете родителям, которые не играют или очень редко играют со своими детьми? Ну, как для меня, в любой игре с ребенком необходимо, чтобы от этого удовольствия получали два человека. Так. То есть и ребенок, и родители. И для этого нужно найти какое-то дело, для того, чтобы и папе было интересно это делать, и ребенок к этому относился с удовольствием, получалась от этого какая-то обоюдная польза. Ну, ключевой момент – это получать от этого удовольствие обоим. То есть для этого надо найти такое увлечение, да, которое будет интересно сразу в другую сторону. Да, да. Их, на самом деле, очень много. Главное только вот найти. Сейчас доступ к информации большой. Можно пробовать какие-то вещи. Хобби, поделки, путешествия, чтение общее. Ну, вы знаете, мне кажется, родителям, которые не знают, чем заняться, например, с дочерью, будет очень полезен ваш совет. Постройте вместе дом, да, дом для кукол. Причем сделайте такой проект долгосрочный, я правильно понимаю, Артем, да, который можно строить несколько месяцев или лет. Очень интересно. Спасибо вам большое за этот телефонный звонок и за ваши полезные советы. Только что Артем Ковалев с Гомеля был у нас на телефонной связи. Ну, вы как-то прокомментируете вот эту историю? Вот мы уже сегодня во время передачи ввели термин или ребенок как потребитель, или ребенок как творец. Вот наш папа, он сказал другими словами, но, в принципе, он подтвердил нашу гипотезу. Что ребенок должен быть творец. Ребенок должен быть творец. Они могли купить этот домик, да, там, скопи денежки, там, если это дорого, но они пошли по другому пути, и это ценно. Вот о чем идет разговор. Да, домик надо делать все-таки вместе. В беседе я так поняла, что когда Артем рассказывал о велосипедных прогулках, сейчас эта проектная игра у нас достаточно широко используется в Гомеле. Это не просто прогулки на велосипеде. Ребята изучают город. Они намечают план и маршрут, как нужно проехать и сколько. Конечно, и ребенок изучает свой город, изучает интересные личности этого города, значимые для него. Слушай, ну это действительно здорово. Это проект. Он знает уже какие-то, почему эта улица такая, это такая. И он учит уже намечать траекторию своего движения. Не просто в девайсах там, а он рисует маршрут сам. Изучив исторические места, можно, например, мы проедем 10 километров до этого, 20 до этого места. То есть это тоже проект, сильный, замечательный проект. Я вам хочу сказать, что, дорогие друзья, на самом деле альтернативы просто книжки на ночь сегодня огромное количество. Я надеюсь, что досмотрев нашу программу до конца, вы найдете для себя очень много полезной информации. Напоминаю, что сегодня в эфире на Беларус 4 в программе «Добрый вечер, Гомель» мы говорим о наших детях. Эксперты в студии сегодня у нас. Это кандидат педагогических наук Наталья Шкелева и психолог Людмила Тутынина. Ну а вот о том, как научить ребенка играть самостоятельно, об этом и не только, мы поговорим далее в нашей программе. Ну что ж, продолжаем. А всегда ли дети должны играть с родителями? Или, в принципе, надо им давать возможность еще и играть самостоятельно? Что скажете? Ну, конечно, у него должно быть свое личное время, свое личное пространство. Потому что если ребенок все время находится в связке с кем-то, это не есть хорошо. Потому что ребенок должен обучаться самостоятельности. Потому что он потом пойдет в садик, в школу, где потребуются вот эти навыки самостоятельной деятельности. Как научить этому ребенка? Как научить его играть самостоятельно? Если с ребенком начать играть с раннего детства, то где-то к 3 годам он учится играть сам. Иногда родители говорят, вот он хочет постоянно играть со мной, он хочет постоянно играть со мной, он не отпускает меня никуда. Но для этого создайте ребенку условия, например, постройте этот же домик, и он... Все, построили вместе, и дальше он уже... Или, например, постройте, помогите эту школу, а дальше скажите, мне нужно что-то сделать, и вы увидите, 3 часа вам обеспечены. Ну, вы согласны, что дети в 2 года, или в 3 года, или в 5, они совершенно разные, да? Конечно. Уровень развития совершенно разный. Это зависит от очень многих причин. Вот скажите, как вот все-таки стоит учитывать родителям вот эти возрастные особенности, когда мы говорим о детских играх? Вот, например, в каком возрасте стоит покупать, я не знаю, там уже лего, в каком возрасте уже стоит покупать более серьезные какие-то игры и игрушки развивающие? Вот как понять это? Ну, это очень-очень сугубо индивидуально. Так как-то общие... Сказать в общем об этом сложно. Здесь нужно смотреть... Я еще раз говорю, наблюдайте за своими детьми, введите в портфолио ребенка. И что, когда покупать ребенку, этот план, он вырисует сам по себе. То есть... То есть ребенку даже подскажет, я так понимаю, да? Конечно, да. Есть ведь и гениальные дети, которые в первом классе... Я же говорю, что детки очень разные. Наблюдайте за вашими детками. Я просто к чему это задаю этот вопрос? Иногда мы видим, что детям перестают быть интересные очень быстро, перестают быть интересные какие-то игры и игрушки. Все, что подается в готовом виде, все перестает очень быстро быть интересным. Знания надо добывать. Наталья, вы можете привести примеры самых ярких детских игр для разного возраста? Ну вот по возможности, учитывая, конечно же, прямой эфир, чтобы мы до конца эфира об этом не говорили. Но вот как? Какие? Я привела пример школы, потому что это игра, которая очень помогает детям учиться. То есть мы всегда обучаемся лучше, когда мы обучаем кого-то. Еще можно копировать любимые передачи. Когда уже, когда ребенок... Даже давайте возьмем передачу «Давай поженимся». Кажется, она взрослая. Ну, ребенок достигает определенного... Да, совершенно верно. Но где-то, когда родители ее смотрят некоторые, кто-то смотрит, кто-то нет, ребенок где-то ее подсматривает. Я просто рассказываю о тех примерах, которые прошли через мою практику. И где-то в 8-летнем возрасте все-таки девочка и мальчик уже знают, что значит «жениться», что значит «принцесса», что значит «принц». Давайте опустим эту передачу до уровня... Поднимем. Да, поднимем. Вот это точно замечание. Это надо убрать. Конечно, нам нужно подниматься до уровня ребенка. На его уровень. И ребенок научится рассказывать о жизни героев, их истории. Он начал фантазировать. Причем такие ролевые уже получаются в такие моменты в игре. Была очень интересная ситуация, когда одна из девочек представляла своих героев, рассказывала о них, о ведущей мальчик, второй ребенок в семье. Он спросил, простите, пожалуйста, а какое у вас образование? Этот вопрос был для нас шикарен. Она сказала, а что такое образование? То есть, и вот здесь, понимаете, когда ребенок задает вопрос, и вы ему отвечаете, он это запомнит. А если он не спрашивает, а вы ему говорите, навряд ли. Людмила, у тебя есть игра какая-нибудь любимая детская, которую ты могла тоже порекомендовать? Наташа, я хочу рассказать опять же об опыте моего внука. Ну, уже мальчик взросленький, он пошел уже сегодня в шестой класс. Он на ютубе смотрит ролики, такие обучающие. Например, как слепить там что-то, как выстрогать, как там спаять и так далее, и так далее. Это тоже, вот когда мы воспроизводим что-то, да, но не просто вот уже в готовом виде, да, нет, это нужно, например, там прийти на кухню, достать там какую-то соду, какую-то муку, какую-то соль, какую-то там пищевую краситель. Или если это все замесить, то это из этого можно как из глины что-то лепить. То есть вот родителям найдите вот этот вот ресурс, да, где ребенок мог бы смотреть и воспроизводить. Это, кстати, тоже очень, очень интересно. Ну, или в конце концов научите этому сами, покажите, как вы, да, это делаете. Конечно, конечно, ну мы говорим о том, что... Мама печет пироги, чем не... Однозначно, однозначно. Есть такое понятие в психологии, да и в педагогике. Зона ближайшего развития. Это вот то, о чем Наталья говорила, что подсматривайте, смотрите за своим ребенком, наблюдайте. Вы будете видеть, что сейчас ему нужно в этот момент, что даст толчок к дальнейшему развитию. Развивать нужно детей обязательно. Знаете, в моем детстве одна из самых любимых была игра «Ходилка», когда бросаешь кубик, да, и ходишь фишками, причем это были какие-то раньше сюжеты сказок. Ну, в общем, настольная игра в нашей семье была всегда очень-очень популярна. А вот играют ли современные дети после гаджетов или до них вот в такие настольные игры? И популярно ли сегодня такое увлечение в наших семьях? Давайте вот об этом узнаем. Своим мнением поделится Александр Орлов, специалист по настольным играм, у нас сейчас на видеосвязи. Александр, здравствуйте, мы рады вас видеть и слышать. Вы нас слышите? Да, слышу. Доброе время. Александр, ну расскажите, популярны ли сегодня настольные игры? Отчасти именно в нашем городе хотелось бы лучше, то есть многие люди еще не дошли до настольных игр, именно в глобальном плане. Именно в целом по стране, возможно, уже есть развитие. Вот. Если люди, скажу так, если люди раз попробовали, то они не останавливаются практически никогда, то есть они продолжают играть и находить для себя все новое иное. Вы знаете, очень часто психологи советуют воспользоваться настольной игрой, скажем, поиграть в настольную игру слишком активным детям, которые не могут, естественно, успокоиться. Вот вы можете какую-то игру порекомендовать такую для гиперактивных детей современных? Есть игры, которые... Это больше игры, которые не связаны, наверное, со столом, именно чтобы разложить на столе, поиграть с ними. Есть какие-то определенные, там, твистер, башни, которые позволяют подвигаться, выплеснуть эмоции свои. Вот. Но настольные игры, в большинстве своем, это такие игры, которые позволяют подумать, развиваться. Есть... Это слишком большой плац, что есть детские игры, есть игры для всех, семейные. А вот я знаю, у вас есть... И поэтому надо понимать, о чем мы говорим. Александр, у вас же дочь, по-моему, дошкольного возраста. У меня две дочери, да. На четыре одной годик. О! В какие настольные игры они играют? В детские, развивающие. У нас есть игры, которые позволяют обучить чтению памяти, тренировать усидчивость. Но в то же время есть и развлекательные игры, которые больше всего нравятся. Больше всего нравятся. Вот интересно. Есть еще такая категория игр, кооперативы называется, когда играют совместно против игры. И таким образом достигается вот общение с ребенком. Нет проигравшей стороны, которая обижается, то есть коммуникации и тому подобное. Вы видите, как индустрия настольных игр ушла далеко вперед. Уже кроме вот этих обычных ходилок, там сегодня целое такие государство настольных игр. Но один важный вопрос. Сегодня подростки особенно, да, у нас зависают в гаджетах. Вот может быть какую-то конкретную настольную игру, такую альтернативную подобному влечению, чтобы их немножко оттуда оторвать иногда, предложите? На самом деле игр очень много. И я уверен, что каждый человек, каждый подросток найдет то, что ему понравится. Поэтому универсального какого-то нету. Есть какие-то самые популярные, которые можно предложить. А подростки больше любят повеселиться. Это какие-то развлекательные, мафия-подобные игры. Находка для шпиона есть, бэнг, мафия то же самое. Ну, мафия очень популярная у взрослых. У мафии есть определенный ряд проблем. Есть игры, которые используют этот элемент скрытых ролей, но лишь он недостатков в самой мафии. Поэтому она играется намного веселее. Ну, я так поняла, что с Александром о настольных играх можно говорить до утра, а лучше даже поиграть в них иногда. Ваши советы, скажем так, родителям, которые хотели бы с помощью настольной игры объединить семью. Вот с чего можно начать? С какой настольной игры? Назовите нам конкретно что-нибудь. Очень популярные и простые в основании, которые и взрослые, и дети, это могу посоветовать каркасон, экономическая мочекора, колонизаторы, ticket to write. Это классика настольного жанра, которая подходит для всех. Спасибо за эти советы. Дорогие друзья, специалист по настольным играм Александр Орлов только что поделился своими советами, как объединить семью с помощью настольных игр. И те названия, которые мы только что услышали, они, конечно же, мало знакомы. Например, вот я смотрю гостя в моей студии, да, вот что вы скажете про настольные игры, как альтернатива тем же гаджетам, например? Настольные игры – это очень важный аспект любой семьи. Главное – это объединение семьи, главная задача. Есть настольные игры, в которые могут играть все три-четыре поколения семьи. О, например, если это интересно, например, игра «Монстрики». Эту можно купить везде, она недорогая. Нужно по карточкам найти на большом формате бумаги нужного монстрика. Я наблюдала, как в эту игру играли дети трех-семи лет, родители и бабушки с голезнью Альцгеймера. Нужно просто кто найдет скорее. Я даже видела, как маленькие детки уступали бабушке, чтобы она нашла монстрика. Ну вот не это ли святое воспитание семейное. Также мне очень нравятся игры, о них говорилось в этом интервью. Командные игры. В игре, на мой взгляд, не должно быть проигравших. Вся команда играет против игры. Хитрый лист, например. Либо поймали хитрого листа, либо он съел пирог. То есть, либо все вместе переживают, либо все вместе выигрывают. Так ребенок научится делить с родными и радость победы, и горечь поражения. И он будет чувствовать семью, что с семьей ничего не страшно. Это его команда по жизни. Ну, вы так красиво об этом во всем рассказываете, что уж захотелось после передачи пойти поиграть в настольную игру. Кстати, о настольных играх. Госавтоинспекция Гомельщин разработала для детей игру-ходилку, очень полезную, на мой взгляд, по безопасности дорожного движения. Вот мы сейчас ее увидим. Основа этой игры – это имитация жилых кварталов с домами и сооружениями, светофорами, знаками. Вот перемещаясь по такому нарисованному городу, маленькие игроки отрабатывают правила, которые очень актуальны в жизни. Кстати, сотрудники ГАИ уверены, что играя дети хорошо запоминают даже сложные правила. Ну, вам здесь, в принципе, все понятно? В общем, хочется так вот забросить фишку, да, и попробовать. Кстати, дорогие друзья, скачать вариант игры, электронный вариант, он доступен в официальном телеграм-канале «Добрые дороги Гомельщины». Ну, а правила и полезные советы нарисованы на самой ходилке. Скачивайте, распечатывайте, скачивайте, распечатывайте, берете фишки, кубик, и вперед вечер. Полезный вечер, я бы так сказала, для всей семьи, в принципе, обеспечен. Ну, что ж, дорогие друзья, мы продолжаем программу «Добрый вечер, Гомель». Напоминаю, сегодня мы говорим о наших детях. Одна из интересных тем – это детские игры. Они сегодня очень разные. Конечно же, все зависит от возраста и от тех предложений, которые сегодня есть. Ну, не могу не затронуть тему цифровых устройств. Они вызывают иногда у детей больший интерес, чем те же настольные игры, чем обычные игрушки, чем сюжетно-ролевые игры. Вот стоит ли из этого волноваться? Вот мы привыкли волноваться из-за того, что дети постоянно сидят в компьютере. А стоит ли? Конечно. Но вы, Наталья, правильно сказали, что дети видят двайс в руках у своего родителя. Так. Не показывайте им их. Я считаю, что до трех лет ребенок вообще не должен контактировать ни с какими экранами. Это не только моя точка зрения, это точка зрения ученых. С трех до десяти лет – полчаса или час выходные дни. После десяти лет в школе уже это неизбежно. И я уверяю, что ребенок наберет знания, информационные знания, цифровые он наберет. Но зато вам удастся сберечь его нервную систему и научить его мыслить. Потому что, конечно, проще получить информацию нажатием кнопки. И никогда такого ребенка не заставить потом построить дом или поиграть на остальную игру? Лучше предотвратить, чем потом заниматься реабилитацией детей. Это очень сложно. В моей практике есть очень сложные дети. И сам процесс реабилитации детей от цифровой зависимости, он очень сложный. Это и работа психологов, и нужно набрать контент игрозамещающих, подобрать какое-то оборудование для этих игр. Но это очень длительная работа. И надо сказать, она не всегда, к сожалению, уменьшается успехом. А в чем проблема? Почему это происходит? Это из-за особого отношения к воспитанию родителей? Или потому что дети у нас такие сегодня упертые? Почему, Люда, почему происходит сегодня такая, скажем, цифровая революция именно в воспитании, в подходе детей? Наташа, ну, во-первых, это данность сегодняшнего дня. То, что существует сегодня. Это то, что существует. И говорить о том, что это однозначно плохо, интернет, не приходится. Здесь разговор идет о дозе, о количестве времени, проведенного ребенком за компьютером. Вот то, о чем говорила Наталья. Наташа, я хочу рассказать вам один случай из моей жизни. Очень интересный такой опыт. День рождения у ребенка, у моего внука, да, пришли детки. Но, как вы знаете, в какой-то момент на дне рождения, да, наступает тот вот момент, когда дети уже устали от всего, от еды, от всевозможных там развлечений. И что они делают? Они достают все свои телефоны и начинают играться. Я это увидела. Что я сделала? У меня есть такие карточки, которые я использую для работы с клиентами. Карточки по развитию лидерства. Там написаны качества. Качества, которые необходимы человеку для развития, именно для лидерства. Я позвала детей, говорю, дети, у нас сегодня вот у мальчика день рождения, давайте скажем, какие качества у него есть. И вот они стали набрасывать, там, дружелюбный, там, добрый. Я сказала, возьми карточки, попробуй вытащи три качества, которые, возможно, тебе понадобятся в будущем. И когда он вытянул, например, там, я честный, я красивый, я там умный и так далее. Мы создали прецедент для разговора со всеми детьми. И оказалось, что детям очень интересно, что думают сверстники. Они говорили, дайте я возьму теперь тоже карточки, не только вот наши именинники. Это, знаете, напоминает мне лайки в интернете. Все хотят увидеть лайки и услышать о себе что-нибудь хорошее, да? Но здесь не только услышать хорошее, а что мне нужно, скажите, что мне нужно. То есть разговор идет о чем? О том, что можно дать альтернативу, но это должны быть, опять же, какие-то активные, да, действия ребенка по созиданию, по формированию самого себя. Но вообще очень интересный вариант, чем увлечь ребенка, который слишком, ну, который ничего не хочет, кроме интернета. Но он же остается интересен сам себе. Интересный вариант. Наталья, можете дополнить? Ну, в любом случае, я хочу отметить, что все-таки эволюция создала мозг ребенка и его формирование. Он формируется в обычной естественной среде, но не в общении с двухмерным пространством, которое нельзя потрогать, которое нельзя понюхать. Уж слишком однобоко, да, согласна. Конечно, и поэтому вот эти нейронные связи, они не возникают, у ребенка получается каша в голове. И это очень сложно исправить, очень сложно. Наташа, здесь разговоры идут о чем? Человека должен воспитывать человек. Если человека воспитывает... В соц. В общем? Он становится маугли. Да. Если человека воспитывают гаджеты... Это однобокость. Это роботы, роботизированная техника, да, какой он будет? Он будет как робот, понимаете, да? Человека воспитывает человек. Это очень серьезная проблема. Я хочу сказать, что вот прямо сейчас, дорогие друзья, я вижу, что педагоги и психологи бьют тревогу. Потому что вот столько эмоций вот здесь на диване давно я не слышала. Потому что мы говорим сегодня о наших детях. И вот эта тема игровой компьютерной зависимости, тема, скажем так, неправильного поведения в социуме сегодня. Вот все это, на самом деле, идет из самого детства, зависит от родителей и связано, как это ни странно, с обыкновенными детскими играми, с одной стороны. Наталья, вы сейчас сказали ключевое страшное слово – зависимость. Да. Могут ли сегодня подвижные игры конкурировать с интернетом? Узнаем у Сергея Бычкова. У нас сейчас на телефонной связи руководитель общественного объединения Совета отцов города Гомеля Сергей Бычков. Сергей, добрый вечер. Да, добрый, добрый вечер. Мы очень рады слышать вас в эфире. Я знаю, что вы большой специалист по подвижным играм. Об этом говорят и проекты, которые вы создаете. Расскажите, на ваш взгляд, насколько изменились сегодня подвижные игры? Популярны ли они у наших детей? И что это за игры? В какие игры играют современные дети во дворе? Да, спасибо большое. Да, прежде всего, в тех днем знаний. Ну, а подвижные игры никуда не делись. И здесь, наверное, скорее всего, все зависит от того, насколько мы что-то организуем для детей. Дети готовы выходить во двор. И вот буквально свежая тема. В воскресенье мы проводили мероприятие совместно с товарищем собственником «Кристалл» на микрорайоне «Хутор». Прямо во дворе дома разровняли ребята площадку. Мы просто приехали с командой. И провели чудесный мастер-класс и турнир по «Алтимат-приз». Было где-то около 50 человек. И дети подходили ровно до тех пор, пока мы там были. Вот пока мы были, они подходили. Поэтому все, что организуется, дети с удовольствием приходят, с удовольствием играют. Конечно, футбол самый популярный вид, потому что для него, наверное, меньше всего нужно просто чего-то. Достаточно одной ровной площадки. Например, что касается нашего проекта «Рух дворово-гульного», который проходил все лето. Мы проводили порядка пяти мероприятий в неделю для детей помладше, детей постарше, по стритболу, по футболу, по «Алтимат-призбе». И где-то в неделю, ну не соврать, где-то человек, наверное, 100-150 детей, в том числе и взрослых, как бы участвовали в турнирах. Поэтому все живет и все развивает. Ну, я не могу, конечно же, не вспомнить ваш проект «Папа-зал», который объединяет отцов, детей такого маленького дошкольного возраста. Вот просто любопытны ваши наблюдения. Насколько, скажем, меняются взаимоотношения отцов и детей, когда они приходят вместе, папы, не мамы, а папы именно, приходят в спортзал и играют со своими малышами? Ну, прям, мы вот наблюдаем это из года в год, да, у нас же есть свой косяк такой, который приходит постоянно, ну а также постоянно и новые ребята добавляются. Ну, именно в том зале, в котором я руковожу, потому что у нас несколько залов, да, и я просто вижу, как бы, да, как вот эти отношения, они строятся, да, с каждым годом они строятся. Ну, и приходят, конечно, те ребята, которые уже имеют такие достаточно хорошие отношения, с которыми детям не страшно пойти, да, с которыми дети приходят с удовольствием, с удовольствием играют. Но прежде всего, я что вижу? Вижу, что дети видят пример здорового образа жизни, реальный пример, когда папа приходит в спортзал, они куда-то в другое место, да, и они вместе там проводят время, где папа занимается, ребенок занимается, мы вместе занимаемся, и это выглядит очень круто. Ну, это действительно очень круто, мы даже вот сейчас видим по фотографиям. Кстати, когда открытие очередного сезона папа-зал? Осенью? У нас сезон, да, стабильно, стабильно сезон, это первая суббота октября, да, стабильно сезон точно статует папа-зал вот на средней школе 45, и дальше посмотрим по школам Гомеля, где у нас были зал уже в этом прошлом сезоне, да, и будем скорее всего там открываться заново. Скажите, пожалуйста, Сергей, вот что вы посоветуете папам, которые считают, что играть с ребенком – это не мужское дело? Интересный вопрос, но мне кажется, он такой немножко не то чтобы надуманный, но, наверное, его все-таки не существует, или существует в очень маленьком количестве. Почему? Потому что, ну, каждый, наверное, человек понимает, взрослый человек понимает, что так или иначе ребенку нужно уделять время, ему нужно что-то показывать, и хорошо бы, чтобы он пошел за своими родителями, да, а не за кем-то чужим. Поэтому, что я вижу, да, единственное, что, может быть, с ребенком достаточно скучно проводить время, но здесь нужно взять 5-10 минут, да, и поиграться в то, что хочет ребенок. Ну, а вообще, как бы, чего бы я посоветовал, это заниматься с ребенком тем, что интересно самому папе. То есть, брать его куда-то с тобой, если интересно рыбалка – брать его с тобой на рыбалку. Интересен спорт – брать его с тобой на спорт. Интересно что-то другое, да, ну, брать его с тобой, да, вплоть до того, что если это подросток, и ему вот совсем интересны компьютерные игры, то играть вместе с ним, пускай немного времени, но это играть и быть вместе, и это тоже будет какая-то коммуникация, оно что-то будет строить в отношениях. Спасибо большое, Сергей, очень интересное мнение. Сергей Бычков, руководитель общественного объединения Совета отцов города Гомеля, только что вот поделился своими идеями, своими советами, как воспитывать детей. Спасибо большое. Мне вот понравилась идея, вот мы говорим о том, что надо прислушиваться к детям и, как бы, к их желаниям, а вот Сергей считает, что папа, в принципе, может предложить какое-то свое любимое влечение для вот такого совместного досуга. Что скажешь тебе? Безусловно, папа может предложить, но он должен следить за откликом ребенка. Если ребенку это не понравилось, то все-таки папа должен найти те аспекты игры ребенка, которые интересны ему. И еще в выступлении, я хочу отметить, мне очень понравилось, в самом начале, когда организовывались игры на воздухе, обратите внимание, что сказал наш герой Сергей, да. Он сказал, что ребята прямо перед игрой разровняли поле. Не нужно было дорогое поле, дорогие ворота. Вот проект. Вот в этом, кстати, огромный плюс дворовых игр, да. Как вы считаете, вот роль отца, мужской авторитет, вот он при формировании личности ребенка, это какое сегодня имеет значение? Вот мы говорим о современных детях. Наташа, помнишь, на одной из передач мы говорили, что ребенок должен лететь, опираясь на два крыла. Одно крыло – это мама, другое крыло – это отец, да. И очень важно, чтобы у него формировалась правильная модель жизни, да, что за мной есть и папа, и мама. И в игре, когда родители, скажем так, активно, активность проявляют в отношении своего ребенка, да, в частности, мы говорим сейчас об отце, да, у ребенка формируется правильное представление вообще о мире и об активном мужском начале. Поэтому что говорить? Если отец не желает, что называется, упустить своего ребенка, он должен быть с ним. Не ждать, когда ребенок дорастет до его уровня, они сядут вместе пиво, попьют, да. Это нет, вот прямо сейчас идти к своему ребенку. Ну что еще хочу сказать, если мамы могут выезжать на женском инстинкте, то такого инстинкта у папы нет, нет отцовского инстинкта. Нужно приложить усилия, чтобы сформировать отцовство. Вот, и мне очень нравится наш Сергей, вот, герой нашей программы. Просто молодец. Сергей Бычков. Еще одна важная тема, которую хотелось бы сегодня затронуть, это как воспитывать современных мальчишек, будущих защитников Отечества. Давайте поговорим об этом с заместителем начальника по идеологической работе и социальной защите военного комиссариата Гомельской области. У нас на связи Николай Звездкин. Николай, добрый вечер. Здравствуйте. Очень рада слышать вас в эфире. Николай, в какие игры, на ваш взгляд, должны играть наши дети, чтобы вырасти патриотами своей страны? Ну, здесь необходимо помнить, что в самом общем смысле патриот – это человек, имеющий особенное внутреннее отношение к своему Отечеству и своему народу. А игра – это простое моделирование той или иной жизненной ситуации. Поэтому самое важное – это педагогическое сопровождение тех действий, которые совершает человек. Простой пример – историческая реконструкция, которую можно тоже расценивать как своего рода игру. В каком-то смысле это может быть приобщение к истории, человек может осмысливать, что он делает какое-то важное действие, либо простое времяпрепровождение, шоу, досуг и так далее. Поэтому внешние действия одни и те же, но внутренний смысл совершенно разный. Поэтому это может быть какая-нибудь викторина или, как сейчас это модно называть, квиз на тему знания истории. Это может быть активный квест, который мы также называем «Игра в за Армитту». Форма игры может быть любая. Самое главное – это те эмоции, та информация и те выводы, к которым приходит человек, совершая те или иные действия. А вот скажите, на Ваш взгляд, кто должен все-таки формировать вот это первое представление ребенка об отношении к окружающему миру, к своей родине, и как это должно происходить? Ну, я думаю, что формирование отношения к родине, оно практически не отличается от формирования общего мирозрения. Когда человек проходит этапы социализации, различные в разном возрасте, то есть разные так называемые агенты социализации, которые в тот или иной период играют наибольшую роль. Безусловно, вначале это родители, это семья. После этого это уже группа сверстников, это может быть школа, это может быть трудовой коллектив и так далее. Но, безусловно, все начинается с семьи. Также нужно помнить, что особую роль на сегодняшний день играет сеть интернет, в которой мы практически все проводим очень много времени. Это тоже очень важный фактор социализации. К сожалению, если не обращать внимания на то, где находится ребенок в виртуальном мире, чем он интересуется, как он развивается, если между ребенком и родителем нет понимания и диалога в этом плане, то все остальное положительное влияние, оно может быть попросту перечеркнуто. Не обязательно это будет плохое влияние, но родители должны понимать и представлять, что интересует их ребенка и чем он занимается, как в реальном, так и в виртуальном мире. Поэтому, в первую очередь, безусловно, семья и, конечно же, личный пример родителей. Спасибо вам большое. Николай Звездкин, заместитель начальника по идеологической работе социальной защите военного комиссариата Гуминской области, только что был у нас на телефонной связи. Дорогие друзья, у нас есть еще один очень интересный пример, как общее увлечение может укрепить семейные связи и воспитать у детей уважение к своим предкам. Подробности узнаем из телефонного звонка. Да, у нас на связи гомельчанин Иван Андреевич. Иван Андреевич, здравствуйте. Я знаю, что у вас есть внучка. Расскажите о ней в двух словах. Я всегда еще с детства увлекался изучением прошлого. Нашей деревни, нашей семьи. Все это, ну, потом это увлечение немного прошло. Начались учеба, потом старания, работа. А чем с возрастом стал все больше и больше увлекаться. И в интернете, что родословно про нашу деревню есть, значит, с 1788 года. Поехал в Минск, работал в архиве. А теперь вот уже все систематизирую и вместе с внучкой занимаемся родословно. Значит, так что с вами предков мы нашли девять колен. А как зовут, как зовут вашу внучку? Сколько ей лет? Аринка. Аринка. Семь лет, восьмой год. То есть она вам помогает создавать, скажем так, историю своей семьи? Она такая живая, любознательная. Вот. И поэтому ей очень интересно, когда дед рисует, она, значит, записывает все. Она смотрит, спрашивает. Вот. Я думаю, она продолжит мое дело. Как считаете, чем полезно, вот чем полезно такое совместное составление родословной, на ваш взгляд? Ну, пускай знает, потому что сейчас она знает нынешнее поколение. У нас и летчики, и моряки, и прокуроры в семье, и инженеры, строители. Все есть. А раньше были крепостные крестьяне Румянцева, Дудунальского и Паскевича, все наши предки. Крепостное право было. В Минске там, значит, церковные книги. У нас церковь очень долго, она уже действует. В середине девятнадцатого века. Значит, и ревинские сказки, как из крепостных, раз в десять лет они переписывались. И там все это, короче, прекрасно. Спасибо. Отбухало душой Минске. Спасибо. Я поняла, что об этом, да, можно рассказывать долго. А самое главное, что это еще интересно и ребенку. Вот такой вот, кстати, действительно очень удивительный пример, когда можно вместе с внуками, с детьми составлять вот такое, действительно свою родословную. Ну что ж, время, наш программ заканчивается. Золотые правила воспитания детей. Вот буквально по два слова совет родителям. Давайте так подытожим. Я уже говорила, что человека воспитывает человек. Уделяйте как можно больше времени своему ребенку. Спасибо, Наталья. Я бы хотела поздравить с праздником и пожелать нашим родителям, мальчикам, девочкам, бабушкам и дедушкам, чтобы приоритетами воспитания и образования детей были здоровье, духовность и творчество. Спасибо большое. Дорогие друзья, еще раз поздравляем всех с первым сентября, с началом учебного года. Детям, конечно же, хороших оценок, много друзей в школе, но учителям и родителям, наверное, терпение. Да. Ну что ж, это был еще один Добрый вечер Гомес, Наталья Волонеца и до новых встреч в эфире.